друзья всем привет в эфире рубрика что я делала не так и как у меня это не получилось а вот и мои огурцы с бородатым дядькой мне в москву нужно было отъехать чуть-чуть я их все засунула и ну схожесть 99 и 9 из 8 7 штук зашло но я считаю что это отличный результат на одном популярном канале подсмотрела как девушка собирает по помойкам всякие емкости я решил взять с нее пример и тоже зацепить пару дырявых ведер с учетом того что в принципе все равно в них дырки надо делать что-то нашлось в нашем старом доме и вот как то так в чем-то дырки делать не надо она уже и так самое прекрасное конечно это вот это вот лейка я думаю не посадите мне огурец мил таким образом чтобы он вот отсюда вот рос вот а на другом популярном канале я подсмотрела как теперь вот из этих вот гнилых и дырявых ведер сделать маленькие теплые грядки для огурцов для моего бородатого мужика стараюсь в общем итак трава сена земля трава сена земля зеленый чай сена трава земля и так далее более подробный рецепт вы всегда сможете найти на просторах интернета и да видео мои не очень свежие поэтому не ругайте меня что я делаю теплые грядки в такую жару когда я их делала ночная температура опускалась до плюс пяти градусов так что все нормально кстати обратите внимание на рядом стоящие помидорки в пакетах я начиталась что при пересадке большой уже рассады томатов открытый грунт им нужно время на адаптацию и что если они уже зацвели то цветы они сбросят а мои как раз начинали цвести и невзирая на еще не наладившуюся теплую погоду я решила их вынести на улицу собрать мешок оказалось не так быстро и просто как думалось после просмотра роликов поэтому я решила сажать по два помидорки в один мешок но потом мне попалась интересная статья которая в дребезги разрушила мои планы на упрощение себе жизни я же наивно полагала что посажу в один мешок по два томатика но потом не совершенно случайно попалась на глаза вот эта вот статья где показывается корневая система помидора томата и я поняла что вот это это только для одного мешка и что каждый томатик должен поехать отдельно ну смысле в отдельную жилплощадь ну все огурчики переехали и дальше их рост зависит исключительно от моей рукожопости посмотрим больше всего интересно как в лейке он себя поведет с прошлого года у меня остались тыквы и последнюю тыкву я вскрыла буквально в мае она была настолько мягкая красная сладкая что мне было просто жаль выбросить из нее семечки но у меня уже была рассада рассада была по моему всех соседей которым я дала семечки семечки были у всех соседей плюс еще впрок были эти семечки но рука не поднялась все было такое спелое такое классное и я подумала дай-ка проведу еще один эксперимент если что-то взойдет кину в поле там дам шанс авось что-нибудь и вырастет замутила я вот такое безобразие просто бутылку разрезала пополам вдоль чуть-чуть чуть-чуть земель ищикой присыпала вот вот эту вот кашу что достала я из середины тыквы то есть не промывала ничего прям с мякотью засунула сверху все засыпала травой и уехала в москву у меня это естественно по приезду все заплесневело все никаких признаков жизни здесь не было и я все думала надо выбросить это на компост надо выбросить на компост на компост на компост и все как-то руки у меня не доходили пока в один прекрасный день у меня здесь не вылез лист я думаю нифига себе полезла там вон чего кстати половина с червяками с какими-то но тем не менее здесь вылезла сейчас четыре ростка вот отсюда сидят на моей куче уже я покажу попозже и еще здесь на подходе а вот еще один лезет вот здесь вот лезет вот я еще посадила в принципе они мне не нужны абсолютно потому что тыкву я уже посадила еще с этим делать не знаю я дала им шанс в принципе поэтому дальше я буду над ними извращаться продолжать вот покажу потом вот моя волшебная тыквенная куча вот это два куста мяты что-то мне жалко ее выдирать в принципе сейчас редко чай с мятой пил но она такая качественная что мне прям жалко ее убивать короче вот эти тыквы они как были пучками как прорастали пучками так я и сюда и засунула пучками вот в по 2 ну а вот это вот те что мне соседи отдали ну а там подальше те что я купила в садовом центре а вот там вообще другой сорт маленькая порционная история про огурцы спустя два дня вот одному хорошо в лейке тоже живой вот здесь вот полуживые вот один полуживой 2 сдох буквально к вечеру но это моя рукожопость собственно расскажу что я делала не так и как у меня это не получилось в этом ведре тоже вдох к вечеру просто я повредила корни и вот лучше всех сидят вот эти вот два им вроде как хорошо ну будем наблюдать вообще пока вы задумки они вот должны по забору расти как-то так самая моя большая ошибка была в том что я посадила все семечки в один горшок потом я испугалась что они вырастут и все корни переплетутся и я не смогу их достать поэтому собственно я их доставала в таком состоянии стебель ниточкообразный соответственно все это было такое все хлипкое в интернете начиталось что в принципе пересаживать рассаду можно но абсолютно в любой момент не обязательно ждать там 25 дней как некоторые советуют то есть можно пересаживать в любой момент но я не учла тот тот факт что они все сидят в одном горшке и собственно вот это вот вот это их изгубило в очередной раз моя дурная голова отсутствие опыта сгубила бедные огурцы лучше всех себя чувствует вот это вот неизвестная купленная тыква так что круглая они продолговатая ей прям но очень хорошо очень-очень она прям большая уже а еще у нас здесь засох в прошлом году куст крыжовника и мы когда здесь все чистили его тоже спилили ну каково же было мое удивление что он тоже собственно реанимировался так же как и смородина которая выросла мне уже выше колена смотрю и куст крыжовника тоже пошел в рост причем у нас такой крыжовник вот такого сорта один только и он мне очень нравился я собственно очень рада что он решил расти ну рассказывай что здесь произошло вести с полей мы короче решили поехать погулять на волгу вот покажи там волга охрененно короче место широченная волга песчаные пляжи тут есть и здесь такая зона отдыха сюда очень много народу приезжает шашлыки пожарить искупаться и тут несколько дорожек идут вдоль берега и у здесь видимо была самая хорошая потому что остальные сейчас просто утонули с этой погодой там же трактор катается не знаю слышно с одной стороны лужи с другой стороны уазик сидит по самое ланды с другой стороны ездить трактор а вот здесь была более-менее нормальная дорога где легковушки проезжали ну вот с утра до утра люди заехали а едут теперь вот обратно и столкнулись с такой неразрешимой проблемой взяли плиту положили кто-то кому не нравится что здесь люди ездят взяли просто плиту кинулись поперёк и соответственно пройти можно а проехать уже никак только если не знаю ново баржи не надо проехать можно цель какая грязная вода для этого одних стекает вот течет с горы там то он чистая слева а так общая надо света бесцветного вот какая красота всего лишь полчаса езды друзья я открыла сезон что я хочу сказать вода просто ледяная стоишь долго обычно ноги привыкают а тут их начинает сводить так что волга она какая-то зараза холодная всем спасибо за просмотр мне очень приятно что вы как сказать соболезнуйте моим огурцам и моим посадкам и сопереживаете моим потерям утратом и моим достижениям которых пока нет к сожалению так или иначе спасибо что досмотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и пока что то что Продолжение следует...